Всем привет, с вами Андромали, как обычно, и у нас новая, вроде новая карта Гарда Нопса, и мы будем играть Чемпером. Да, походу, новая карта, серьезно, третья. А я думал, что всего две карты, прикиньте. Я вот, эта карта, она мне не выпадала просто. И она выпала, отлично. Так что уже три карты я увидел. Посмотрим, сколько еще есть. Может быть, есть четвертая и пятая даже, я вот не знаю. Где просто посмотреть? Нажал бы я какую-нибудь кнопочку, и мне показали, вот, всего в игре столько-то карт. Я не могу это сделать. Так, ну что, показываю, кто не видел, что у нас представляет из себя Чемпер в третьей части в этой. Смотрите, первая способность, это можно ставить ловушки, теперь, не находясь, прям не под тобой, да, ловушка идет, а можно кидать ее, забрасывать куда-нибудь, на дома, куда-нибудь еще. Дальше у нас есть способность, троечка, это вот такая вот фигня. Вонючка, бомба-вонючка, и ты теряешь здоровье. Кто, ну, кто там находится, теряет здоровье. Это зомбаки, конечно, только. Чемпер у нас, как и все, умеет бегать теперь, смотрите. Он умеет бегать, хорошо кусается, и у него великолепная улыбка. Это все, что надо знать про него. Правильно. Ну, конечно, он может закапываться, но против таких вот зомбачков, что-то не хотелось это показывать вам. Хотелось подождать кого-нибудь более толстого. Ну, ладно. Смотрите, какая шапочка. Очень, наверное, редкая у нашего подсолнуха. ВАСА 1972. Тут, да, еще вот, что показываю. Можно нажимать стрелочки, и тут можно что-то сказать, как бы. Ну, что тут можно сказать? How are you? How are you? Кто-нибудь знает, как это переводится, надеюсь? How are you? Пишите в комментах, кто у нас англичанин тут в чатике. Так, а можно? Да, можно сюда запрыгивать. Смотрите, а сюда. Это, кстати, очень похоже с какой-то, ну, с картой очень похожая карта была, где есть маяк. Кстати, очень красивая карта. Смотрите, как все красиво. Правда, водичка, вот смотрите, вот там, она вообще, ну, смотрите, здесь есть волны, а здесь она просто мертвая. Вот смотрите. Ну, если так оставить, так кажется, что ничего не двигается вообще. Вот там что-то крутится в конце, ветряки. Дальше там вот далеко мыльно все. Графика, конечно, там уже такая вяленькая. Так, а что... О, смотрите, птички. Это, походу, птички. Чайки. Стопудово чайки. Правда, куда, откуда они это сделали? Смотрите, чтобы сюда попасть, надо где сидеть? Наверное, вот здесь. Правильно? Ну, вроде можно попасть. Я тут думал, что добавили, и непонятно, откуда птички, ну, сидели. Они же должны сидеть где-то, чтобы туда наделать. Это, конечно, можно и в полете это сделать, но, судя по всему, там не в полете было. Слишком много. Слишком много белого вещества. Помет. Это же помет, правильно, у птиц? Наверное, да, помет. У меня, я помню, был... Раньше давно я жил, балкон большой такой, и у меня всегда каждый день по утрам начали голуби прилетать. И я начал их подкармливать. Их там 10 по 15 иногда прилетало, они с друг другом еще боролись за еду. Там были какие-то голуби, которые такие, знаете, самые главные. Они прям со всеми дрались, чтобы... И прогоняли всех. Прям все просто боялись их и улетали. И они забирали всю еду. А мы начали... Я потом и моя сестра начали гонять вот этих вот голубей, которые не давали другим покушать. Мы их все время пытались загнать. А других голубей, которые хорошие, мы их не трогали. И вот таким образом пытались их кормить. Помню, вспомнил я. После этого помета просто напомнило мне. Смотрите, здесь гном у него, тоже какую-то необычную шляпу. Все так круто одеты, у меня только самый персонаж ни о чем, смотрите. У меня просто обычный чомпер, ничего на нем не одета. Самый голый. Кстати, еще раз напоминаю. Разработчики, походу, реально сказали, что больше подклассов не будет. То есть у меня не будет никогда больше чомпера электрического. У меня не будет огненного чомпера. И не будет йети чомпера. И не будет вообще никакого другого чомпера, кроме вот этого стандартного. Я не знаю, зачем так сделали. Но раньше, почему мне не нравилось, на самом деле, было много классов. Были крутые классы, были слабые, да? А сейчас вообще получается вот так вот сделали, что подклассов нету. И непонятно, что как. Быстро просто надоест все. Хотя бы добавили буквально пару штук, может быть, огненного, электрического, еще какого-нибудь. И все, чомпера. Чтоб три чомпера было, и все. Раньше-то по 10 примерно было у каждого подкласса. Ну, или там 9-8, в зависимости от класса. Но все равно было много. А сейчас что? Сейчас делать как бы нечего будет скоро. Дофармишь ранг максимальный, пятый, и все. Че еще делать? Поэтому не знаю. Я тоже считаю минус все-таки. Но будет больше баланса, потому что легче каждый класс, так сказать, отбалансить. Чтоб все более-менее ровные были по урону. Не было суперсильных персонажей. Но, возможно, может быть, в будущих обновлениях они все-таки додумаются и добавят что-то. Но, возможно, фишка в том, что в начале ничего нету, и потом каждую неделю или каждый месяц обновление выходит. Может, каждую неделю маленькое обновление, а каждый месяц большое обновление, например. Было бы прикольно. Блин, опять, вот видите, пират, смотрите, вот он. Он тупит здесь, и за ним надо бегать. Иначе это бесконечно все будет. Это только вторая волна. Ну что, чомпер как чомпер. Ничего особо не поменяли у него, конечно. Да, ловушки теперь можно на расстоянии ставить. Но это не сильно что-то поменяло. Также можно закапываться, и также... Ну вот, такая способность третья. Так вот, можно сказать, работает все. Что еще изменилось? Ничего. Ничего не изменилось. Это там тоже была третья способность же у раньше, у чомперов, которые просто далеко. Просто сейчас... Сейчас можно вот что делать. Видите, я не показывал вам. Зажимаете кнопку по правой мыши. И можно прицельно стрелять как какой-нибудь чомпер. По 23 урона. 28 он нанес. Я в голову, наверное, попал. 28 снова. В общем, 23-28 такой вот урон наносится. 28. 28. Так. Давайте ловушки протестим. Так, ну этого придется убить, мне кажется. Вон ловушки, смотрите. Смотрите, и нормально. Ловушка убивает даже с конусом зомби. Вы видели, да? Ну, у них просто мало здоровья. Настолько мало, что, мне кажется, поэтому убивает. Но игрока-то не убьет. Там не так много урона, чтобы игрока убить. И вот приходится вот так вот искать их за боков. И не у базы сидеть, да? А вот приходится вот так вот просто бегать, искать. Сейчас какой-нибудь зомби там, смотрите, на базу прибежит. И урон нам нанесет. Так, какой урон от этого вот? 35 урона? 35, действительно. Хороший урон. Если всем игрокам тоже по 35. Прикиньте, много игроков. Ты вбегаешь так, они тебя не ожидают. Ты просто кидаешь яд этот. Или в каком-то месте, где они выйти не могут быстро. Они там 35 урон, потом 35. Это уже 70. Буквально, ну, быстро могут урон получить. Тем более, многие не заметят еще это облако ядовитое. Могут стоять и тупить, и еще больше урона наносят. Может быть, она там 3 раза по 35 может нанести облако. Я не знаю, надо тестировать. Я вот сейчас видел, только 2 раза нанеслось. И потом облако просто закончилось. Но она не сначала попала, может быть. Ай, не дошел он. Так, а кстати, можно сажать полностью сразу? Давайте проверим. С туалетом сразу в плане. Можно? Походу, да. Раньше-то зомби-то выпрыгивал еще, и надо было второй раз убивать. Было сложнее. Сейчас, получается, с домиком полностью. С артиром полностью. Можно. Ладно, я что-то подустал убивать. Пусть мои напарники поубивают. Давайте посмотрим, сколько у нас килов. 31 килов очень мало. Макс Март. Это кто у нас? Вот последний игрок, у которого корона. Скорее всего, он создал игру. У него больше всего килов. Он прям, вообще прям, 103, представьте. Ну, там реально хороший урон. Я сам помню, играл этим персонажем. И он слишком сильный. Я думаю, что его должны делать слабее. Ну, поживем, увидим. Что они сделают, увидим. Так, это какая? Третья волна будет всего лишь? Или уже четвертая? Дайте, скажите, что это четвертая. Потому что мне уже надоело. Да. Да, да, да. Специальная волна необычная. То есть, есть необычные волны, но нету такого, что раньше было. Ну, какие-то просто убрались. Специальные волны. Раньше их больше было всяких прикольчиков. В первой части тоже было много приколов. Потом во второй что-то изменили. Так, не убил ли? Смотрите. Туман не убил, но они, наверное, сразу не зашли в туман. В этот, ну, в ядовитый. В ядовитый облако, короче. Не сработало, чтобы полностью убить. Зомби без добывания. Точно мой подписчик. Вот этот вот. Васа 1971. Потому что он постоянно на меня обращает внимание. Хилит меня. И, в общем... Это неспроста. Смотрите. Обычно у нашего чемпера сколько здоровья? 200, наверное. А у меня сейчас 235 было, когда меня подхилили. И больше становится здоровья. И это круто. Это круто. Ой, это вражеский. Вражеский пулемет был. Ой, это тоже враг? Ай-яй-яй-яй. Что-то... Ну, я засыпаю, реально говорю. Нужно чайку забабахать. Но я еще... Я еще держусь. Но вообще чаек решит всю ситуацию в пользу меня. Я надеюсь. Не буду больше засыпать. Блин, время 4 часа дня. Я как будто, я не знаю, пообедал. Хотя я не обедал. И хочется поспать, полежать. Но надо держаться, ребята. Все ради вас, ребята. Все ради вас. И у меня тут стримы будут скоро. И чтобы стрим не пропускать, там колокольчик жмякните, пожалуйста. Он на стримы влияет тоже. А то вы стрим не увидите, когда начнется. Можете прям со мной играть, когда на стрим. Вроде сейчас не обязательно в друзья добавить меня. Вы можете только сами добавить меня в друзья. Я не обязательно, чтобы я вас подтверждал. Потому что я не могу иметь много друзей в онлайне. У меня начинает эта глючи система. Origin очень долго запускается. Я просто... Я просто подгораю от этой всей ситуации. Из-за того, что Origin херово сделан. Криво. Когда там больше тысячи подписчиков, да? Зрителей. В друзьях. Это как бы большой минус. Ничего не сделать. Начинает все тормозить. Origin запускаешь и ждешь 5-10 минут, чтобы только игру запустить. Вот эту. Потому что там вообще ничего не работает. Все что-то грузится. И прочее. В то время, как у меня на другом компе Origin стоит. Там нету столько друзей. И компьютер слабее. И там нет проблем. То есть это проблема то, что большое количество друзей. И она всех проверяет, где находится. Где они находятся. Какой у них статус, типа. И прочее. Вот смотрите, опять-таки. Сколько раз уже ситуация. Последний зомби где-то ходит. И пока кто-то за ним не сбегает, уровень не закончится. Большой минус. Так, а это реально взрывается? Нет, это не взрывается. Вот-вот взрыв. Вот это. Давайте побольше их ставить. Проверим. Может быть, это реально полезная тема. Очень много можно убить. И заодно больше опыта дадут. Я быстрее вкачаю всех персонажей до 5-го ранга. Максимального на данный момент. Может быть, сделают еще больше рангов потом. Я не знаю. Так, ну что. Смотрим, какой босс. Какой босс. Так-так-так-так-так. Ну-ка. Ну-ка. Босса здесь уже нельзя говорить. Босс. По-моему, здесь не может выпасть 5 боссов. Хотя, может быть, есть шанс. 5 боссов одинаково выпадает. У тебя огромная волна. Какой-нибудь огромный босс идет. И прочее. А вот наша база. Смотрите. Пропеллеры какие-то тут. Чучело сверху. Здесь непонятно. Какие-то фены стоят. Видите? Фены. Здесь какая-то трубка отводит тепло от фенов, наверное. И здесь какое-то охлаждение. Или что? Не знаю. Какая-то пробирка. Какие-то кнопочки. В общем, вот так вот наша база выглядит за растения. Посмотрим. В следующий раз надо обратить внимание за зомби. Как выглядит база. Чем отличается. Что там по базе будет. Ух, как же спаю я. Ой. Ой. Ох. Ух. Прям. Прям. Ух. На самом деле, рано я проснулся в руселе. Я лег в три. Проснулся в восемь. Пять часов сна. Мне не хватает. Тем более, может, меньше, чем пять. Спал. Просыпался. Там. Ворочался. То есть, я где-то четыре часа только поспал. И это, конечно, мало. Это мало. И я себя чувствую просто как будто сейчас пойти и спать пойду. Надо будет. Просто сходить и поспать. Я думал, каким-то наушники купить. Но я сейчас записываю микрофоном мягким. Ну, как мягким, маленьким таким. Типа как петличка. Он крепится как у певцов, например, на сцене. И, знаете, они бегают, прыгают. И у них микрофон прям возле лица, знаете, такой надевается. Ну, вы видели мой. Я вот теперь с ними, я не могу большие наушники одевать. Если я надеваю большие, там, а микрофон терутся, они и прочее. То есть, супер неудобно мне их использовать с большими наушниками. Я вот думал, беспроводные большие купить. Но сейчас вот сам вслух говорю, что реально невыгодно. Невыгодно их покупать. Надо что-то другое купить. 29 урона, смотрите. А можно как-то в голову, чтобы больше было? Или нет? Иди ко мне, иди. Иди. Ням-ням-ням-ням-ням. Может быть, кстати, у Чемпера не 200 здоровья, как я говорил, а с 85. Я вот не смотрел там по шкале, когда полное здоровье, сколько всего. Чё-то не обращай внимания на эти мелочи. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. А давайте ловушки здесь поставим. И яд кинем им. И всё будет шикарно. Смотрите, все отъеды тут нормально поумирали. Осталось только добить их. Им чё-то крутится и тусится он. Нравится ему. Так. У меня там ещё, наверное, следующую игру сыграю, потом пойду за чаем. Потому что я ещё держусь. Я ещё держусь. Потому что я начну чайпи делать, ей это надолго затянется. Как я знаю, просто чайпитие будет очень долгим у меня. Не хочу время терять, хочу побольше поиграть. Режим этот. Здесь режим мяса, по сути. Вот я ничего не делаю. Просто атакую. Какой-то зомби идёт, я его убиваю. У меня здоровье, видите, не восстановилось. Но меня лечит подсолнух. Спасибо, чувак. Золотой ты просто подсолнух. Спасает меня. Кстати, иногда... А, 35 это от яда. Я думаю, как-то я прокусил его на 35 урона. Это яд. Давай-давай-давай-давай-давай. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Пи-пи-пи-пи. Как же жёстко. Я прям заснул на столе сейчас. Прям жёстко-жёстко. Хочу быстрее добить всех. Поэтому я не смотрел на своё здоровье. Просто реально меня колбасят. меня колбасит я хочу быстрее дать да и пройти здесь там уже куда ждем не резать и беляла здесь лирис ну что там одна секунда я вот кусаю думаю мелких добить честно тут боссы по ходу одни вот я кстати хорошо работает наить по 35 всем получается урон если очень много зомби в одном месте это очень хорошая способность так меня хилят пусть пока под землей похилят а нельзя выкапываться теперь на боссов раньше можно было как бы их есть то время от отвлекать их от всего остального пока ты их ешь никто не он никого не атакует типа но вот этих нельзя было есть конечно вот помельче можно было пытаться с под земли сожрать а здесь по моему чем перни атакует если земли со спины кого-то атакует вот так вот он никогда его не съест теперь только старая способность это съесть кого сейчас уже такого нет убрали такую способность что вы сзади проходишь да и появляется красная такая круг у курса значок такой это значит что можно его съесть полностью проглотить нажимаешь атаку и он как бы начинает все это делать делать такие вот дела чуть за звука это бы победили до победили и победа растений чистая победа 55 волн все прошли не ну кто-то умирал я один раз умер кто-то еще может умирал но я не серьезно играл час ну все до новых встреч спасибо что смотрели это было драмалик и пишите что там еще снимать какие-то предложения все пишите комментах не стесняйтесь все читаю не на все отвечаю но все читаю так что предлагайте ваши игры ну все пока пока увидим а